Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Юлия Диасамидзе. Сегодня в выпуске. День самоуправления в Березовской средней школе. ОМВД России по Березовскому району подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года. В Игримском ледовом дворце «Айсберг» состоялось открытие нового хоккейного сезона. Об этом и другом подробнее и прямо сейчас. В начале выпуска официальная информация. Березова с рабочим визитом посетил депутат регионального парламента, член фракции «Единая Россия» Александр Навьюхов. Накануне он провел прием граждан в поселке городского типа Октябрьское и встречу с представителями власти. В администрации Березовского района народный избранник встретился с Ириной Чечеткиной, заместителем главы района. В ходе диалога рассказал об итогах 10-го заседания Окружной думы, изменениях регионального законодательства в сфере лесных отношений и территории традиционного природопользования. Кроме этого затрагивался ряд актуальных вопросов, касающихся непосредственно жителей района. Подробно об этом и многом другом Александр Навьюхов рассказал в интервью нашей съемочной группе. Его вы сможете посмотреть в программе «День за днем», которая выйдет в эфир 18 октября. В начале октября в Подмосковье состоялся первый всероссийский форум органов молодежного самоуправления. На его площадках собрались более 400 лучших участников проекта «Молодежная команда страны» из 73 регионов страны. Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Молодежный парламент при Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации, Ассоциация молодежных правительств Российской Федерации. Основная цель форума – поиск и подготовка талантливых представителей молодежного самоуправления и студентов профильных специальностей для работы в политической сфере и органов исполнительной власти путем обеспечения методической и консультативной поддержки. Проект ориентирован по двум направлениям – молодые политики, люди, желающие работать в законодательных органах власти, и молодые управленцы, люди, желающие строить карьеру в представительной власти. Возраст участников от 18 до 35 лет. От Уральского федерального округа участвовала делегация, в составе которой председатель молодежного парламента при Думе Березского района, член молодежного парламента при Думе Югры Светлана Амельченко. Мы связались с ней по телефону и узнали подробно. Там сразу же мы погрузились в насвещенную работу. Открытие, конечно, 4-го числа не было, оно состояло с 5-го числа, но уже 4-го. У нас был тимбилдинг команды образования. Он проходил не в той форме, как обычно это на форумах происходит. Была деловая игра. Нас поделили на 15 групп, и каждую группу назначили каким-то органом власти. Я конкретно попала в Совет Федерации, то есть Верхняя Палата Федерального Собрания. И, соответственно, нам было дано задание за 15 минут сориентировать всех ребят, чем же занимается эта палата, какие у нее сегодня стоят вопросы на повестке дня, чем она живет. И мы должны были за эти 15 минут, помимо всего этого, познакомиться между собой, для того, чтобы как-то эффективно проработать и проблемы данной палаты и предложить им включить в повестку дня, допустим, текущего ближайшего заседания, какие-то вопросы, которых они, так скажем, в данное время не касаются. То есть это было в какой-то мере даже немного сложно, потому что орган федерального уровня, и, соответственно, нужно было вникнуть, зайти на сайт, посмотреть эту повестку и так далее. Для себя лично что ты подчеркнула с этой поездки? Самое главное то, что мы конкурентоспособны, молодежь, несмотря на то, что живем в глубинке. Со слов Светланы, такие проекты дают возможность не только познакомиться с активной молодежью разных уголков нашей страны, но и приобрести бесценный опыт, который поможет в развитии своей молодежной команды. Ежегодно в начале октября в России отмечался профессиональный праздник День Учителя. В связи с этим в Березовской средней школе прошел День самоуправления, который уже стал традиционным. Его ждут не только школьники, но и учителя. О том, как ученики превращаются в строгих дублеров преподавателей, а требовательные учителя в непоседливых и любознательных школьников, расскажет Юлия Макушина. Старшеклассники взяли на себя обязанности педагогов. Это своего рода подарок учителям к профессиональному празднику. Директор школы Андрей Серков на торжественной линейке после небольшого вступительного слова передал полномочия управления школой ученику 10-го класса Руслану Арабханову. Тот же, в свою очередь, назвал фамилии школьников, назначенных на этот день заместителями по учебной части и воспитательной работе, а также огласил список дублеров, заменивших преподавателей. Для меня дошло такое, что действительно я понял, почему, ну не понял, почему, а я понимаю просто сейчас учителей. То есть ребята ко мне подходят, те, которые учителями сегодня работают, и они, грубо говоря, жалуются на детей, что это очень сложно, то есть управлять такой большой толпой массой. Если начнут кричать, то это вообще невозможно. И что это тоже большой и физический, и моральный труд, то есть надо же правильно додести до них материал, чтобы в будущем они не остались там в ПТУ. А насчет директора я скажу так, что Андрею Егоровичу действительно тяжело. То есть на меня сегодня упал лишь один процент его ответственности, то есть я особо ничего не делаю, а он решает дела всей школы. То есть на нем лежат и ответственность как за учеников, так и за учителей, так и за знания, так и за, в целом, можно сказать, даже процесс обучения зависит. То есть это большая ответственность, очень. Ученики на один день, поменявшись местами со своими преподавателями, увидели школьную жизнь с другой стороны. Используя компьютерные технологии и игровую форму проведения урока, старшеклассники готовили и проводили занятия. Литература, математика, химия, биология и многие другие предметы стали в этот день особенно интересными. День самоуправления, день дублера, когда ребята пробуют себя в качестве учителей, директора административного состава. Я считаю, это очень хорошая социальная практика для ребятишек, потому что приобретают такие навыки, как уметь принимать решения, быть организатором хорошим. И я думаю, что это им пригодится в будущем, обязательно. Смысл дня самоуправления в том, что дети, становясь дублерами учителей, завучей и директора, доказывают, что они могут быть самостоятельными и ответственными. Учебный процесс не превращается в анархию, а проходит как обычно. Кроме того, старшеклассники показали учителям, а в этот день ученикам 12-го класса, что учиться можно еще и интересно. Мы готовились, самое сложное было придумать тему и придумать, как интересно подать эту тему, чтобы заинтересовать учеников. Мы готовились вчера весь вечер, 4 часа, прогоняли урок несколько раз полностью, чтобы посмотреть, все ли у нас по времени будет. Работа была очень интересной, продуктивной, ученикам все очень понравилось. Они вжились в роли учителей, учеников, и, собственно, справились со своим заданием. Каждый представил свой проект в конце урока. Не первый раз доводится работать учителем, и когда им поработаешь, понимаешь, насколько учителям трудно, насколько им трудно взаимодействовать с классом, преподавать тему и вообще собрать всех вместе. И потом уже на уроках стараешься вести себя хорошо, чтобы таких ситуаций не было, чтобы им было приятнее работать. Старшеклассники, чуть взволнованные, но с горящими глазами и интересом, вели уроки. А для учеников 12-го А готовились с особой ответственностью. В этом году для педагогов организовали занятия, где им пригодились не только знания истории или химии, но и творческие навыки. Классные руководители и учителя-предметники 11-го Б-класса создали нам такую атмосферу, что действительно мы побывали учениками. Окунулись в детство, как мы себя, может быть, иногда вели на уроках. Они смогли создать положительную обстановку, положительную атмосферу. Вели себя действительно как классные руководители, как учителя-предметники. Молодцы ребята, хорошо подготовились, очень волновались, видно, но тем не менее ответственно у учителей всегда проводить уроки. Если для школьников день самоуправления работы, то для учителей праздник. И сделать его с каждым годом старшеклассники стараются все интереснее. К подготовке и проведению этого дня ученики отнеслись со всей серьезностью и ответственностью. Ну, конечно, вы, наверное, видели, что ученики немножко переигрывали, излишне шумели. Но в этом году можно отметить то, что педагоги-предметники, так называемые, у нас были достаточно подготовлены. Наверное, вот обратили внимание, что особенно по истории мы задавали много каверзных вопросов, на знания, глубокое знание предмета. И, конечно, педагог вышел с честью, то есть он давал не только точные ответы, но еще и дополнительную информацию, как бы освещающую данное событие или описывающие данные события, которые спрашивались у него. По химии, конечно, больше было, ну, как бы, более такой легкий. Если бы уроки химии у учеников проходили так, как они у нас прошли, они бы, конечно, с удовольствием бегали на химию, это был любимый бы предмет. Поэтому некоторые ученики, вы, наверное, видели, пытались писать формулы, то, чем, в принципе, химики занимаются. Вот, поэтому, на тот день, конечно, себя чувствуют учениками, но учителя у них попались достаточно грамотно. Школьная жизнь в этот день была насыщена и не только у дублеров. Мало того, что они готовили и вели уроки, им пришлось организовывать дежурство по школе. Новая администрация тоже работала, не покладая рук. Директор школы и его помощники в лице новоиспеченных завучей старались решать все возникающие проблемы быстро и эффективно. Сохраняя порядок и на уроках, и на переменах. В учительской, которая не привыкла к детским голосам, звучали вполне взрослые высказывания о том, как же тяжело оказывается быть учителем. День подошел к концу, уроки были проведены успешно, и все участники ролевой игры в самоуправление собрались в актовом зале. Сегодня я выполнял роль наблюдателя, посмотрел, как учителя-дублеры выполняют свою работу. Хотелось отметить то, что ребята очень ответственно подошли к этой деятельности учителя, очень интересные проводили уроки. Также ребята очень хорошо коммуницировали с учениками, и по окончанию мы подводили итоги, общались с учителями-дублерами, где мы выявляли, соответственно, проблемы и пути их решения, и у нас рождались новые идеи. После проведенных уроков мы с ребятами встретились, на обсуждении выявили проблемы, которые возникали в процессе преподавания уроков. Также здесь родились интересные идеи у ребят, чтобы проводить как можно чаще такие дни, день дублера. И ребята получили от нас, как от педагогов и наблюдателей, тоже рекомендации для последующей работы. День самоуправления прошел без происшествий и закончился педагогическим советом, где обсуждались все плюсы и минусы прошедшей ролевой игры. Учителям предстоит продолжить трудовые будни, но каждый из них надеется, что после такой игры ребята будут ценить труд педагога и радовать его своими знаниями. Юлия Макушина, Роман Тягунов, авторское телевидение Березова. В продолжение школьной темы. В сентябре начала свою деятельность школа вожатых, которая действует на бесплатной основе. Комплектование группы осуществляется по принципу свободного набора. Особенности развития современного подростка и условия, в которых он пребывает, требуют от вожатых психолого-педагогических знаний, практических умений и нестандартного отношения к работе. Годовой курс органически сочетает в себе лекции, практические занятия, тренинги по основным направлениям и содержанию воспитательной работы. О том, как прошло знакомство вожатых с учениками третьего класса, смотрите в нашем следующем сюжете. Это была встреча знакомства, и потому никаких практических заданий вожатые ученикам не давали. Они просто рассказали о себе, чем занимаются и интересуются, и почему пришли в школу вожатых. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Знакомство провели неформально, используя специальные игры. Есть что-то такое, что меня сближает с детьми, то, что мне легко найти с ними общий язык, и я хочу направить это в хорошее русло. Откуда у тебя это? Я обладательница очень многих братьев и сестер. У меня их очень много, свыше десятка, и поэтому у меня есть хотя бы маленькие знания о том, как надо обращаться с детьми, что с ними нужно делать, как заинтересовать их, и все в этом духе. С первого дня важно заинтересовать, увлечь детей интересной деятельностью. Ни для кого не секрет, что начальным этапом создания коллектива является знакомство. Чем быстрее ребята и вожатые узнают друг друга, тем легче им будет с ними работать. Мне понравилось, как мы играли. Мне понравились новые вожатые. А у тебя были уже старые вожатые? Ну да. У нас, когда мы были в доме школьников, у нас тоже были вожатые летом. Мне понравились больше всего игры и как отвечать на вопросы. Я хочу еще увидеться. Мне было очень интересно, игры все понравились, смешно было, очень весело. Хотелось бы еще вот так. В течение учебного года старшеклассники проходят подготовку в школе вожатых. Активно работают с учащимися младших классов, помогая им в подготовке к различным мероприятиям, конкурсам и проектам. Наталья Николаевна рассказала нам про эту школу. Мы с моим другом закрыли желание, решили прийти, попробовать. Мы пришли, нам рассказали, что мы будем делать, чем будем заниматься. И нам это понравилось. И мы на этих занятиях нам рассказывают о безопасности, технике безопасности, как нужно правильно работать с детьми разного возраста. Ну, стимул какой? В основном, что будет какая-то зарплата или все-таки интерес есть по общению с детьми? Ну, есть интерес работать с детьми, что как с ними поиграть, там играть, игры проводить, мероприятия разные. Кроме основного курса в объединении проходят практикумы по игротехнике. В арсенале будущих вожатых игры и викторины. Через год обучения при успешной сдаче итогового тестирования и защите проекта работы выдается удостоверение. А дальше начинается самое интересное, чего многие из будущих вожатых и ждут. С самого детства как я начала ходить в операцию, как я хотела быть вожатым. Думала, вот, вырасту, пойду в школу вожатым, буду настоящим вожатым, буду развлекать детей. Здесь идет работа с детьми, получается, как их правильно развлечь, как правильно с ними обращаться, как правильно с ними разговаривать. Мне очень интересно было. Основная задача – научить детей общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, развить их созидательные способности, снять комплексы, избавить от скованности. Постоянная смена творческих видов деятельности, обширный выбор способов самореализации позволяют провести время ученикам младших классов более насыщенно и интересно. Юлия Макушина, Роман Тягунов, авторское телевидение «Березово». В районном доме культуры состоялся сольный концерт Сергея Харунжева «Добрый вечер, земляки». В этот раз в программе исполнителя прозвучали песни не только советских и российских авторов, но также и собственного сочинения. Березяне хорошо знакомы с творчеством Сергея Леонидовича. Не одно десятилетие он радует своих поклонников исполнения полюбившихся песен. В концерте также приняли участие ансамбль казачьей песни и ряд самодеятельных артистов. Без песни жизнь неинтересна. Когда есть песня, есть друзья, есть общие интересы. А без песни мне никак нельзя. А творчество? Я с детства пою, я не представляю даже и одного дня без песни. Песня – это тонус такой, такой заряд бодрости, что, я считаю, и жизнь продлевает, и настроение всегда на подъеме, и приятная радость дарить людям. Телеверсию сольного концерта Сергея Харунжева мы покажем в наших ближайших эфирах. К теме работы правоохранительных органов. ОМВД России по Березскому району подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года. На мероприятии не только анализировали ситуацию с правоохранительной деятельностью на подведомственной территории, но и обсуждали планы по дальнейшей нормализации ситуации на Ниве противостояния преступности. Подробности в материале Вячеслава Селезнева. В уходящем году это было последнее оперативно-служебное совещание в череде ежеквартальных заседаний такого уровня. Как было подчеркнуто, в целом по многим позициям правоохранители муниципального образования отработали с улучшением показатели в сравнении с аналогичным периодом 2016-го. К примеру, наблюдаются положительные моменты в части уменьшения тяжких и особо тяжких преступлений общей уголовной направленности почти в два раза снизилось число краж чужого имущества. Принимаем меры для того, чтобы, скажем так, восстановить справедливость и обеспечить раскрытие зарегистрированных преступлений. Также усилия направлены на профилактику преступлений против личности. А именно отмечено увеличение противоправных деяний, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. Не удалось предотвратить преступления, совершенные ранее судимыми. В структуре имущественных преступлений отмечается рост грабежей. Ежемесячно проводятся межведомственные координационные совещания руководителей правоохранительных органов, на которых нам и вырабатывается комплекс мер по устранению тех или иных упущений в нашей деятельности. Хочу сказать, что эта работа ведется плодотворно, поскольку каких-либо провалов за 9 месяцев 2017 года не имеется. По мнению руководства компетентных органов, положительные моменты оперативно-служебной деятельности были достигнуты по многим показателям благодаря профилактике. В частности, отмечается снижение преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах в быту, снижено количество эксцессов, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Есть позитивные сдвиги, сдерживаем рост преступности, принимаем меры по раскрытию зарегистрированных преступлений. При незначительных отклонениях также ежедневно принимаются меры. В целом работа ведется, анализируется, я думаю, что и по итогам года мы на этих же показателях работы деятельности в правоохранительных органах остановимся. Ведя же речь о прерогативах работы до конца 2017 года, то среди перспективных моментов руководство отдела ориентировано на противостояние роста преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, бытовым противоправным деяниям, кражам имущества, минимизации мошенничеств. Подведение итогов оперативно-служебной деятельности отдела за все 12 месяцев традиционно намечено на январь следующего года. Вячеслав Сорезнев, Александр Елисеев, АТВ Березова. И к новостям спорта. В Игримском ледовом дворце «Айсберг» состоялось торжественное открытие нового хоккейного сезона. На спортивный праздник приехали постоянные гости – хоккейные команды из Нягонского клуба «Сибиряк». Первыми на лед вышли взрослые и юношеские команды, а также свою первую игру провели начинающие хоккеисты клуба «Айсберг». Оксана Дятлова узнала, что ожидает болельщиков и всех почитателей этого вида спорта в предстоящем сезоне. Новый сезон – это всегда новые надежды, ожидания и новые горизонты, достичь которых мечтает каждый по-настоящему увлеченный хоккеист. Первых после летнего перерыва соревнований ждали с нетерпением. И вот, наконец, подготовка ледовой арены завершена, а это и заливка нового льда, и регулировка систем кондиционирования, замена фильтров и многое другое. Надо сказать, качество льда в «Айсберге», как и в прошлые сезоны, обещает быть на высоте. Вода, использующаяся для заливки, проходит специальные степени очистки, и это играет немаловажную роль в процессе подготовки арены к сезону. Хоккейный клуб «Сибиряк» из города Нягонь, пожалуй, самые частые гости различных турниров и соревнований. И мы как бы с удовольствием, большой радостью к вам приезжаем сюда. И очень довольны гостеприимством вашим. У нас открытие хоккейного сезона с детьми. Вот, приехали к вам, а у нас первая игра получилась. Как бы не совсем все ровно по счету, но как бы это, ребята стараются. И вот, будем работать в дальнейшем, как бы это, чтобы результат был получше. Для юношеской команды «Сибиряк» счет оказался критически неровным. Второй тайм увеличил разрыв до 9-0 в пользу хозяев арены. Сибирякам так и не удалось результативно атаковать ворота игримчан, и матч так и закончился в сухую – 9-0. Игра взрослых команд оказалась более разнообразной на взятие ворот. Первый период показал активную борьбу и практически равные возможности соперников. Второй период вывел в элитеры игримский «Айсберг». Счет составил 4-7. И, наконец, на последнем отрезке матча игримчанам удалось забить еще 4 гола, на что гости соревнований ответили одной забитой шайбой. Итоговый счет игры составил 11-5 в пользу команды «Айсберг». Уровень ледового арена «Айсберг» наших детей и взрослых команд с каждым годом становится все лучше и лучше. У нас появились замечательные маленькие детишки из детского садика, которые сейчас уже пошли в первый класс. Это самая младшая команда, на которой мы сейчас будем делать упор. В 2018 году ведем сейчас переговоры с «Газпромт-Разгаз» и «Горском» по проведению Кубка «Газовичок» по этому возрасту. Дальше у нас в феврале месяце планируется здесь проведение юбилейного Кубка «Ноктево». Александр Иванович у нас исполняется 70 лет в феврале месяце. И мы в рамках этого мероприятия планируем здесь грандиозное, тоже такое хоккейное мероприятие, его юбилейный Кубок. Помимо больших турниров и соревнований, в этом году планируется расширить географию принимаемых команд. В игре «Мужи» приезжали хоккеисты из поселка Мужи, Ямало-Ненецкого автономного округа, из Тюмени. В новом сезоне ожидаются команды из Серова, Краснотуринска, Сургута, Ханты-Мансийска. Кроме того, юные фигуристы примут участие в мастер-классе по фигурному катанию, который будет проходить в окружной столице для всех любителей этого спортивного искусства. Появились свои фигуристы, мы уже поучаствовали на чемпионате округа, ведь девочки выполнили уже разряд «Юный фигурист». То есть, в принципе, это начальная стадия такого выполнения. Но главное, уже есть маленькие звездочки, которые будут показывать в дальнейшем результаты в фигурном катании. Что касается ближайших планов, это подготовка к популярному турниру «Золотая шайба». Обзрослый состав настраивается как минимум на призовое место в очередном чемпионате Югры среди ветеранов, который пройдет в апреле будущего года. Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение «Березова» и «Грим». В заключении выпуска следующая информация. В регионе продолжаются общественные обсуждения проекта нового герба Югры. В дискуссиях участвуют общественники, ученые и представители коренных народов Севера. Идею поучаствовать в обсуждении Герба поддержали многие югорчане. Жители уверены, что наш округ должен иметь достойный символ, который соответствует статусу региона и его истории. Кроме того, он должен отвечать всем геральдическим нормам. С вариантом эскиза нового герба, представленного к обсуждению 2 июня, можно ознакомиться на портале «Открытый регион Югра». На ресурсе продолжается онлайн-опрос о региональном символе Югры. Вы можете предложить свой девиз герба. И, возможно, именно ваш вариант будет самым лучшим и украсить ленту нашего регионального символа. Это вся информация на сегодня. Если вы что-то пропустили в любое время все наши программы, теперь можно посмотреть и в социальных сетях. Группа АТВ Березова всегда ВКонтакте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова